Библиотека имени Жернакова представляет вашему вниманию чтение рассказа Юрия Яковлева «У человека должна быть собака». В большом магазине, где продаются ружья, порох и ягдаш, сумка для добычи, среди охотников и следопытов топтался мальчик. Он привстал на носки, вытягивал худую шею и всё хотел протиснуться к прилавку. Нет, его не интересовало, как ловко продавцы разбирают и собирают ружья, как на весы с треском сыплется тёмная тропа и как медные свиски подражают голосам птиц. И когда ему, наконец, удалось пробраться к прилавку, и перед его глазами сверкнули лезвия ножей, которые продаются только по охотничьим билетам, он остался равнодушным к ножам. Среди охотничьего снаряжения глаза мальчика что-то напряжённое искали и не могли найти. Он стоял у прилавка, пока продавец не занесла его. «Что тебе?» «Мне поводок для собаки», сбивчиво ответил мальчик, стиснутый со всех сторон покупателями ружей и пороха. «Какая у тебя собака?» «У меня?» «Никакой». «Зачем же тебе поводок?» Мальчик опустил глаза и тихо сказал. «У меня будет собака». Стоящего рядом охотник одобрительно закивал головой. «Правильно! У человека должна быть собака!» Продавец небрежно бросил на прилавок связку узких ремней. Мальчик со знанием дела осмотрел их и выбрал жёлтый кожаный со блестящим карабином, который пристёгивается к ошейнику. Потом он шёл по улице, а новый поводок держал двумя руками, как полагается, когда ведёшь собаку. Он тихо скомандовал. «Рядом!» И несуществующая собака зашагала около левой ноги. На перекрёстке ему пришлось остановиться. Тогда он скомандовал. «Сидеть!» И собака села на асфальт. Никто, кроме него, не видел собаки. Все видели только поводок по блестящим карабинам. Нет, ничего труднее уговорить родителей купить собаку. При одном упоминании о собаке, лица у них вытягиваются, и они мрачными голосами говорят. «Только через мой труп». При чём здесь труп, если речь идёт о верном друге, о дорогом существе, которое сделает жизнь интересней и радостней. Но взрослые говорят «через мой труп» или «даже не мечтай». Особенно нетерпелива к собакам была Жейкина мама. В папе где-то далеко-далеко ещё жил мальчишка, который сам когда-то просил собаку. И этот мальчишка робко напоминал о себе, и папе становилось неловко возражать против собаки. Он молчал. А маму ничто не удерживало, и она заявляла в полный голос «Только через мой труп, даже не мечтай». Но кто может запретить человеку мечтать? И Жека мечтал. Он мечтал, что у него будет собака. Может быть, такса длинная и чёрная, как головёшка на коротких ножках. Может быть, борзая, изогнутая, как вопросительный знак. Может быть, пудель с завитками, как на каракулевой бороднике. В конце концов, многие собаки могут найти след преступника или спасти человека. Но лучше, конечно, когда собака – овчарка. Мальчик так часто думал о собаке, что ему стало казаться, будто у него уже есть собака. И он дал ей имя – Тинга. И купил для неё жёлтый кожаный поводок с блестящим карабином. На таком поводке ежедневно выводили на прогулку Вету большую чепрачную овчарку, которая недавно появилась в доме. Спина у Веты чёрная, грудь, лапы и живот светлые. И этим она похожа на ласточку. Большие настороженные уши стоят топориком. Глаза внимательные, умные, а над ними два чёрных пятнышка – брови. Каждое утро, когда Жека шёл в школу, он встречал во дворе Вету. Её хозяин, высокий, чуть сутулый мужчина в короткой кузке, энергично шагал по кругу и читал газету, а Вета шла рядом. Наверное, это очень скучно – ходить по кругу и придюхиваться к грязному асфальту. Иногда Вета крылась за голубем, который тоже расхаживал по асфальту. Но когда она готова была прыгнуть, хозяин натягивал поводок и говорил «Фу!» На собачьем языке это означало «нельзя». Жека стоял у стенки и внимательно следил за собакой. Ему очень хотелось, чтобы Вета подошла к нему, потерлась о ногу или лизнула большим розовым языком. Но Вета даже не поворачивала к нему голову. А хозяин мерил двор большими шагами и читал газету. Однажды Жека набрался смелости и спросил «Можно её погладить?» «Лучше не надо!» Сдержанно ответил хозяин и взял поводок покороче. А Жеку с каждым днём всё сильнее и сильнее тянуло к Вете. Удобене души он решил, что его собака будет именно такой, как Вета. И он тоже будет ходить с ней по двору. И если кто-нибудь попросит «Можно её погладить?» ответит «Лучше не надо!» В этот день Жека раньше обычного собрался в школу. «Ты куда так рано?» спросила мама, когда он уже выбежал за дверь. «Мне надо в школу!» Рыкнул мальчик, сбегая по лестнице. «Нет, он торопился не в школу!» Сперва он стоял в подъезде, наблюдая, как Вета мягкими и уверенными шагами шла по серебристому асфальту. Потом он пошёл следом за ней. Ему мучительно захотелось дотронуться до собаки, провести рукой по её блестящей чёрной шерсти. Он подкрался сзади и, забыв все предосторожности, коснулся рукой чёрной спины. Собака вздрогнула и резко повернулась. Перед мальчиком сверкнули два холодных глаза и влажные белые зубы. Потом глаза и зубы пропали, и в то же мгновение Жека почувствовал резкую боль в ноге. «А-а-а!» Закрикнул он. Хозяин скомкал газету и рванул на себя поводок. Но было уже поздно. Нога горела. Жека отскочил и, давясь от слёз, посмотрел на укушенную ногу. Он увидел рваную штанину и тонкую струйку крови, которая стекла по ноге. Сквозь слёзы овчарка показалась мальчику злой и некрасивой. Он хотел её погладить, а она ответила ему клыками. «Разве это не подло?» «Что же ты?» Виноватым голосом сказал хозяин овчарки. «Я предупреждал тебя». Но Жека не слышал его слов. Превозмогая боль, он думал, что делать с рваной штаниной и горящей ногой. Он схлипывал и держал портфель перед собой, как держит щит. Мужчина достал из кармана платок и вытер кровь Жекиной ноги. А овчарка стояла рядом и уже не скаяла зубы и не порывалась укусить. «Я пойду», сказала Жека, растирая на лице слёзы. «Куда?» спросил мужчина. «В школу», твёрдо ответил Жека. И в это время из окна высунулась мама. Окно было высоко, на восьмом этаже, и мама не увидела ни разорванной штанины, ни стройки крови. Она крикнула, «Что же ты не идёшь в школу? Опоздаешь!» «Не опоздаю», отозвался мальчик, продолжая стоять на месте. Тогда мужчина задрал голову и крикнул Жекиной маме. «Его укусила собака!» «Моя!» Мама высунулась из окна дальше и увидела овчарку. Сверху собака выглядела небольшой, но мамин страх увеличил её до размера тигра. Она крикнула, «Уберите, уберите её!» «Она укусила тебя, детка!» «Развели собак! Они всех перекусают!» Мужчина молчал. У Жеки очень болела нога, и он тоже молчал. Мама скрылась в комнате. Мальчик сказал хозяину собаки, «Убегайте скорее, сюда мама идёт!» Мужчина не побежал, он стоял на месте, а собака нюкала асфальт. «Я сам виноват, не доглядел!» Сказал он и сунул в карман скомканную газету. И тут появилась мама. Она увидела рваную штанину и кровоточащую ранку. «Что вы наделали?» закричала она на мужчину, словно это не собака, а он сам вкусил Жеку. Потом мама принялась кричать на Жеку, «Вот-вот, собачник несчастный, я очень рада!» «Может быть, теперь ты выкинешь из головы этих собак, а вы?» Мама снова переключилась на хозяина собаки, «Вы мне за это ответите!» Мужчина стоял, как провинившийся и молчал. Мама схватила за руку Жеку и потащила его домой. А мужчина и собака смотрели им вслед. Врач осмотрел раненую ногу и сказал, «Пустяки!» Мама не согласилась с врачом, «Ничего себе, пустяки! Ребенка укусили, а вы говорите пустяки!» Но врач не слушал маму. Он взял в руки пузырек с йодом, помочил ватку и положил ее на ранку. «Ой!» Жеке показалось, что врач положил не ватку, а раскаленный уголек, и он всхликнул от боли. Но тот же сжал кулаки и изо всех сил зажмурил глаза, чтобы не заплакать. А когда боль немного утихла, он сквозь зубы процедил. «Пустяки!» Он сказал пустяки, хотя был очень сердит на собаку. Врач не стал забинтовывать ранку, так быстрее заживет, но велел делать уколы от бешенства. «Она не бешеная!» сказал Жека, но мама оборвала его. «Бешеная!» «Раз укусила!» Врач усмехнулся и сдвинул белую шапочку на затылок. Вечером, когда папа пришел с работы, его ждали неприятные новости. Сына укусила собака. «Ты должен пойти в милицию!» настаивала мама. «Пусть он, мама имела в виду хозяина овчарки, купит новые штаны!» Папа сказал, «Ничего не надо делать, с каждым может случиться!» «Как так с каждым?» вспыхнула мама. «Со мной этого не может случиться, потому что у меня нет собаки!» «А у него собака!» спокойно ответил папа. Жека почувствовал, что в папе проснулся мальчишка, который давным-давно сам просил собаку. Каждый день он отправлялся на укол. Он приходил на Пасеровский пункт, куда со всего города стекались люди, укушенные собаками. Здесь царила непримиримая ненависть к собакам. В тёмном, неприглядном коридорчике, ожидая своей очереди, укушенные мрачными голосами рассказывали страшные истории о злых собаках и показывали пальцами размеры клыков, которые впивались в их руки, ноги и другие места. Усатый старик, шамкая губами, повторял, как заведённый, надо уничтожать собак, я бы их всех перестрелял. Эти люди забыли, как в годы войны собаки выносили с поля боя раненых, искали мины и, не жалея своей жизни, бросались под фашистские танки со взрывчаткой на спине. Они как бы ничего не знали о собаках, которые охраняют наши границы, возят по тунзре людей, обличают жизнь слепым. Жеке хотелось встать и рассказать людям о собаках, но тут его приглашают в кабинет. Он садился на белую табуретку и, ерзая, наблюдал, как медсестра разбивала ампулу и брала в руки шприц. Шприц с длинной иглой касался ему огромным стеклянным комаром с острым страшным жалом. Вот этот комар приближается, Жека зажмуривается и острое обжигающее жало впивается в тело. Врачи считают, что эти уколы предохраняют Жеку от бешенства. Мама была уверена, что они излечат его от любви к собакам. Она не знала, что, отправляясь на пастеровский пункт, Жека берет с собой кожаный поводок с блестящим карабином и рядом с его левой ногой шагает никому невидимая собака, которую зовут Динго. Однажды во дворе Жека встретил хозяина вето. Мужчина шел без собаки и на ходу читал газету. На нем, как всегда, была кожаная кутка, и от этого ноги выглядели особенно длинными. Жека поздоровался. Хозяин овчарки оторвал глаза от газеты и спросил, «Как твоя нога?» «Пустяки», повлила Жека слова врача, «А где Вето?» «Дома. Я теперь гуляю с ней рано утром и поздно вечером, когда во дворе никого нет. Она собака не злая, но с каждым может случиться. Ты уж извини». «Я на нее не сержусь», примирительно ответила Жека, «Я завтра приду пораньше». Глаза мужчины посветлели. Он сунул газету в карман и сказал, «На прошлой неделе у Вето родились щенки». «Ой, щенки! Можно их посмотреть?» «Можно». В маленькой комнате на светлом половичке копошились серые пушистые существа. Они были похожи на большие клубки шерсти. Клубки размотались и за каждым тянулась толстая шерстяная нитка, хвостик. Из каждого клубочка смотрели серые глаза. У каждого болтались мягкие маленькие уши. Щенки все время двигались, залезали друг на дружку, попискивали. Жека присел перед ними на корточке, а хозяин ветра стеял за его спиной и наблюдал. Можно их погладить? Спросила Жека. И хозяин отвечал. Погладь. Можно взять на руки? Возьми. Жека наловчился и один из клубочков ощутился у него в руках. Он прижал его к животу и, поглаживая, приговаривал. Хороший-хороший, маленький. Хозяин стоял за его спиной и улыбался. А можно мне одного щенка? Неожиданно спросил мальчик. Тебе мама не разрешит, сказал хозяин, и Жека сразу иссекся. Но есть такие минуты, когда надо быть мужчиной и надо самому принимать смелые решения. Это была именно такая минута, и Жека сказал разрешит, у человека должна быть собака. Он сказал разрешит, и тут же испугался своих слов, но отступать было уже поздно. Он услышал за спиной голос хозяина Веты. Что ж, выбирай любого. Любого? Жекины глаза сузились, нос сморщился. Он стал выбирать. Он почувствовал, что среди этих комочков находится его собака Динго. Но как определить, который клубочек она? Щенки были одинаковые, как близнецы, и как близнецы похожи друг на друга. И тогда Жека тихо позвал Динго. Серые глазки всех клубочков посмотрели на мальчика. И вдруг один клубочек отделился от своих братьев и сестер и покатился к Жеке. Слабые ножки подкашивались, но щенок шел назов. И Жека понял, что это идет его щенок. Вот, вот он, воскликнул мальчик. Он взял щенка на руки и прижал к себе. Он немножко подрастет, сказал хозяин, и ты сможешь забрать его, если, конечно, мама разрешит. А когда он подрастет? Недели через три. Три недели это двадцать один день. двадцать один раз лечь спать и двадцать один раз проснуться. Если бы можно было сразу уторвать двадцать один листок календаря и не ждать так долго. В один из этих дней мама спросила Жеку. Скоро твой день рождения. Что тебе подарить? Жека жалостливо посмотрел на маму и посел глаза. Ну, придумал? Придумал, тихо сказал Жека. Что же тебе подарить? Жека набрал побольше воздуха, словно собирался нырнуть, и тихо одними губами произнес собаку. Глаза у мамы округлились, как собаку. Мама закусила губу. Она была уверена, что раненая нога, уколы навсегда вытравили из сердца сына любовь к собакам. Наступил двадцать первый день. Для всех людей это был самый обычный день. Для всех, но не для Жеки. В этот день он переступил порек своего дома, прижимая к животу собственного щенка. Теперь щенок не напоминал клубок шерсти свищащей ниткой. Он подрос, лапы окрепли, в глазах появилось веселое озорство, и только уши болтались, как две пришитые тряпочки. Жека вошел в дом, молча прошел в комнату, сел на краешек дивана и сказал «Вот!» Он сказал «Вот тихо, достаточно твердо!» «Что это?» спросила мама, хотя прекрасно видела, что это щенок. «Щенок», ответил Жека, «Чей?» «Мой!» «Сейчас же унеси его прочь!» «Куда же я его унесу?» «Куда хочешь!» «Мало тебя укусила собака?» «У меня уже все зажило, посмотри!» быстро сказал Жека и засучило штанино «Только через мой труп!» сказала мама, «Он породистый!» защищал щенка Жека, «У него родословно как у графов!» «Никаких графов!» отрезала мама, «Человек должен иметь собаку!» отчаянно произнес Жека и замолчала. Мама сказала, «Ну вот, отнеси его туда, откуда принес!» она взяла Жеку за плечи и вытолкала за дверь вместе со щенком. Жека потоптался немного перед закрытой дверью и, не зная, что ему теперь делать, сел на ступеньку. Он крепко прижал к себе маленькое теплое существо, которое звали Динго, и которое уже имело свой собственный поводок и желтой кожи с блестящим карабином. Жека решил, что не уйдет отсюда, будет сидеть день-два, пока мама не пустит его домой вместе с щенком. Щенок не знал о тяжелых событиях, которые из-за него происходили в жизни Жеки. Он затремал. Потом пришел с работы папа. Он увидел сына, сидящего на ступеньках и спросил, «Никого нет дома?» Жека покачал головой и показал папе щенка. Папа сел рядом с сыном на холодную ступеньку и стал разглядывать щенка. А Жека наблюдал за папой. Он заметил, что папа довольно сморщил нос и заерзал на ступеньки. Потом папа стал гладить щенка и причемокивать губами. И Жека почувствовал, что в папе постепенно пробуждается мальчишка. Тот самый мальчишка, который когда-то сам просил собаку, потому что у человека должна быть собака. Жека взглядом звал его к себе в союзники. И этот мальчишка, как подобает мальчишке, пришел на помощь другу. Папа взял на руки щенка, решительно встал и открыл дверь. А что если нам в самом деле взять щенка? Спросил он маму. Щенок папа кивнул головой «Знаю». Но мама не поверила ему. «Нет», сказала она, «ты не знаешь, что такое собака. Это шерсть, грязь, вонь. Это разгрызенные ботинки и визитные карточки на парките». «Какие визитные карточки?» спросил Жека. «Лужи», повесил папа. «Кто будет убирать?» спросила мама. Папин мальчишка подмигнул Жеки. «Мы». Их было двое и они победили. Они победили. И в квартире на восьмом этаже поселился новый жилец. Он действительно грыз ботинки и оставлял на паркете визитные карточки. И убирает за ним не папа и не Жека, а мама. Но если вы постучите в дверь и попросите «Отдайте мне щенка», то мама первая скажет вам «Только через мой труп и не мечтайте». Потому что это маленькое ласковое преданное существо сумело доказать маме, что у человека должна быть собака. Дорогие ребята, вот и закончила я вам читать рассказ «У человека должна быть собака». существует много других книг, посвященных собакам. Некоторые из них представлены на слайде. Приятного вам чтения. «Отдай».